Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будет нечто необычное, а впрочем, ничего нового. Я хотела сделать новое вступление, но у меня не получилось, поэтому вот так. Сейчас лето. Я очень удобно сижу, и вы можете наблюдать это вот прямо вот там. А лето значит, что для женщин? Лето значит, варять прыщи, ну, для меня в моем случае, а также похудение. Поэтому сегодня я решила узнать, как питается моя подруга, которая тоже очень стройная и очень худая, и при этом живет в Корее. Я, естественно, до сих пор не уверена, было ли это правильным решением согласиться, но у меня уже нет выбора. И если вы вдруг ее не знаете, это Саша. У нее есть ютуб-канал International Couple, где она вместе со своим парнем, который кореец, она его жена, они вместе живут в Корее. Обязательно посмотрите ее канал, если вдруг о ней не слышали, а корейская культура вам интересна. Вот, они вообще классные. С Сашей познакомилась, когда я была в Корее. Она просто моя маленькая сладкая пусечка, и я по ней очень скучаю. В этом видео будет самая реалистичная моя диета, то есть то, что я ем в течение дня, и ее реалистичная диета, то, чем она питается в течение дня. Так что давайте посмотрим, как наш режим питания вообще сходится или не сходится. Кстати, сегодня я видео буду снимать не одна. Я решила, зачем мне страдать одной, когда можно страдать вместе с мужем. Я... я... меня зовут Чей. Это... Я... не говорить по-русски. Пока. Вот и поговорили. Но, прежде чем мы начнем, обязательно поставь лайк на это видео и обязательно подписывайся на мой канал, так, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Сейчас утро, я абсолютно ничего не ела и ничего не пила, поэтому послушаем первое задание от Саши. Ну как, задание. Что она вообще по утрам ест? Пункт первый. Так как в последнее время я пытаюсь приучить себе пить воду, которую я не люблю, утром натощак я стараюсь выпивать один стакан теплой воды. С этим все один просто, потому что сейчас я сама стараюсь выпивать как можно больше воды. И да, первое то, что я делаю с утра, это тоже пью воду. Кстати, я не помню, какое задание я давала Саше на утро, но по идее я должна была тоже сказать ей или кофе себе забахай, или забахай себе воду. Так же давайте посмотрим, что делает Саша, пока я допиваю водичку. Самое первое задание для тебя будет, это вода. Налей себе целую бутылку воды, или большую, огромную, самую большую чашку воды, которая у тебя есть, и обязательно ее выпей. Самую большую бутылку, либо самую большую кружку, я в себя не могу залить даже одну маленькую кружку воды, потому что я в принципе вообще не люблю воду, и я не могу ее употреблять. Я не знаю, она у меня просто не лезет, все очень плохо, а это только первое задание. Я бы, конечно, очень сейчас хотела соврать и сказать, что это самый большой стакан, который есть у меня дома, но, к сожалению, это не так, и у меня есть побольше. Я буду пить воду с льдом. Тем более у нас в Корее сейчас очень жарко, очень душно, у нас постоянно работает кондиционер, так что нормально. Нормально. Берем воду. Салям. Буль-буль-буль-буль-буль. Я, конечно, в последнее время тоже начала пить немного воды утром натощак, но я пью совсем немножко. А тут мне нужно выпить просто... Я не знаю, тут, наверное, пол-литра где-то. Так, а теперь сделай себе тальгона кофе. Тальгона кофе это был очень такой популярный тренд в Корее этой зимой. Кофе из ТикТока. И я тебе пришлю видео и рецепт, чтобы ты могла его сделать. Вот, но тут самое важное то, что я хочу, чтобы ты его сделала вручную. То есть там вообще нужен как бы миксер, но я это делаю вручную, потому что мне лень искать миксер, поэтому ты тоже должна его сделать вручную, используя венчик, вилку, ложку, палку. Короче, все, что хочешь, но сделай обязательно вручную. Я хочу, чтобы ты помучилась. Идем делать кофе дальгона. Сейчас будем делать с вами дальгона кофе по-корейски. Я нашла ее видео, они готовят дальгону по-корейски, именно так, как надо готовить. Давайте посмотрим, что там надо сделать, и я попробую повторить. Кофе и венчик. Господи, это так трудно выглядит. Мягко говоря, это выглядело непросто. Мягко говоря, скорее всего, у меня не получится. Откуда, и главное, зачем тебе столько чипов? Кофе. Супер крепкий вкус. Сахар, сладкая смерть. Думаю, этого достаточно. Вода. Вот из-за сортов извращения. Рука устала. Рука устала. Зачем? А главное, нафига? Молоко. Милк. Отличная дырка. Я хочу пошутить, но не буду. Теперь моя шутка поимела еще больше смысла в моей голове. Дальгона месила. Да, это не тот Дальгона кофе, который из тиктока, потому что ручки мои тупые, короче. Ну шо? Ой, ши. Сейчас жара, и я подсела на мороженое. Но также я люблю кофе. Поэтому я подумала, решила, что лучший вариант будет совмещать кофе и мороженое. Поэтому завари себе кофе, совершенно любой, который ты делаешь обычно, и добавь к нему мороженое. Кофе это, конечно, хорошо, но дело в том, что у нас дома нет кофемашины. Кофе мы обычно заказываем, но я не уверена насчет того, можно ли заказать кофе с мороженым. У меня такая идея, в моем доме есть кафе, поэтому предлагаю сейчас переодеться и пойти вместе с вами купить тот самый кофе. И попробовать, что же это за кофе такой, который Лиса постоянно пьет. В общем, ребята, мы уже переоделись. И, конечно же, сейчас без маски никуда нельзя, поэтому для начала надеваем маску и идем. Будем сидеть здесь, на улице, потому что здесь совсем нет людей. Теперь уже можно снять маску, потому что здесь никого нет. Как видите, мы здесь одни, нам повезло. О, ты. Так, ладно, видимо, это выглядит так. Тут, в общем, кофе отдельно и просто стаканчик с мороженым тоже отдельно. Не знаю, так ли это пьет Лиса, но выглядит аппетитно. Правда, наверное, тут мороженого больше, чем кофе. Надеюсь, это не горько. Горько. А вот если взять побольше мороженого, то тогда нормально. А ты? Покупался. Покупал? Но айс-крем макуется, а не мы копим аси гуссо. Да. Все, ребята, я уже все выпила, Джей тоже все выпил, поэтому миссия Лисы официально законтина. Когда ты уже прям проголодаешься, то закажи себе сэндвич сабвэй. Я, правда, не знаю, работает ли он у вас и делает ли он у вас доставку, но если вдруг не работает, то постарайся сделать что-то похожее на сэндвич сабвэй только сама. Класс, пойдемте. Сын чеддар. Ой-ой. Что случилось с хлебушком? Тепо сгибается в странный день какой-то. Соматы медовые. Лук крымский. Перец желтый. Желтый. Салат. Огурцы. Сейчас мы будем делать сэндвич сабвэй. Вот сейчас будет очень сложно, потому что можно будет этот хлеб разрезать пополам, еще и книжкой. Ладно, это не так сложно, как я думала. Это будет вкусно, я уверен. И укладываем в домтики ветчины и сыра. Вот прям все, что есть, все укладываем. Минуту в микроволновку отправляется. Ой, блин. Тарелушка нам вряд ли понадобится. Мама, кому греть-то? Полить масиком. Кладем в салат. Ага, как его закрыть-то, блин. Что это такое? Я это вкушу, ладно, с того позволения. Вкусно ли это? Да. Удобно ли это есть? Нет. Это очень вкусно. Пополам. Она хочет, чтобы я съела сухие хлопья. Но так как у меня дома ничего нет, сейчас мы вместе с вами пойдем в магазин. В общем, я пришла в этот магазин. Да нет, возьми. То чувство, когда пришли за хлопьями, а в итоге... А в итоге купили аж два пакета. А? Я купила подарок. Это подарок для меня? А. Джей говорит, что купил мне подарок. Что это такое? И еще один? И еще один Один Оди Благодарю Это мой даймонд Все, теперь идем домой Домой? Домой Устал? Еле все это донесли Я хочу холодно Спасибо вам Я хочу холодно Я хочу холодно? Называется пошли только за хлопьями, а в итоге немножечко, ну вы поняли За вот это вот все мы потратили примерно 70 долларов Цены в Корее высокие В общем, ребята, это то, что я купила Это Oreo Сухой завтрак И тут есть такие маленькие беленькие штучки, как сухие маршмеллоу С молоком просто очень-очень вкусно Сейчас я вам покажу Вот так вот это выглядит Упс Вот эти вот беленькие штучки это маршмеллоу Можно и сухие кушать А если с молоком залезть, то еще будет офигенно Сейчас будем смотреть на рамку И кушать сухие завтраки Как это делает Лиса Как я очень люблю кофе и в день я выпиваю где-то 3-4 кружки То я думаю тебе как раз сейчас самое время пойти и выпить еще одну кружку Да, 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 да У меня нет кофемашины, поэтому я опять же заказываю кофе Хорошо, я закажу кофе И я не пью американо А вот как плохо Поэтому я заказываю латте Ванилла латте Топинат латте Короче, я не знаю какое у вас есть меню в России Но закажи что-нибудь с молоком и сладкое Пойдемте закажем Сейчас мы с вами сделаем заказ в Бургер Кинге Бургер Кинг кофе Сейчас сделаем доставочку А вы знаете вообще что это там за скандал с Delivery Club Потому что говорят, что сейчас идут огромные акции протеста из-за того, что Delivery Club просто не платят баблишко С другой стороны я видела скриншоты Я не знаю просто это или нет Где Delivery Club рассказывает о том, что типа они вообще-то всем все выплатили Но я что-то не пойму Поэтому я буду брать отсюда заставку, пока эта ситуация не будет на 100% урегулирована Ванильный латте или карамельный латте Может быть что-то еще есть? Ванильный капучино стандартный? Нет Нет, 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 нет На самом деле я бы с большим удовольствием выпила бы кофе из Старбукса, например, но Туда надо идти Та-та-та-та-а! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та! Я думаю, вы все уже привыкли к тому, что я делаю странные вещи. Кстати, если вы досмотрели это видео до этого момента и вам нравится, не забудьте подписаться, если вдруг ещё это не сделали. Так вот, одна из самых странных вещей, которые я сделала, наверное, за последний день, я заказала себе кофе из Бургер Кинга. И смысл тут в том, что я заказала только кофе из Бургер Кинга. Понимаете, какая сила воли у этого человека? Понимаете, какая сила воли, что я заказала реально только кофе? Я, конечно, понимаю, что в этом кофе калории примерно столько же, сколько если бы я взяла себе полноценный обед оттуда, но... Кофе. Почти 470 тысяч в ТикТоке набрала. Когда наберу полмиллиона, скину вам ссылку на мой ТикТок. Это челлендж. Называется «Когда у тебя обед за башкой?». Хочу, типа, такая сильная, независимая от Ютуба и Инстаграма моего прокачать свой ТикТок. Будет полмиллиона, дропну ссылку. Я говорила, что когда будет 400 тысяч, а потом подумала, что 400 не крутое число, нужно 500. Сухой завтрак, это, конечно, вкусно, но нормальной едой это назвать нельзя, поэтому давайте сейчас вместе с вами послушаем следующее задание от Лисы. Я обязана попробовать сэндвич с танцом. Я тебе пришлю на него рецепт, я его готовила, и это было самое вкусное, что я ела, наверное, за последние полгода, с момента, как меня не было в Корее. Это было безумно вкусно. Также можешь сделать дополнительно обычный самый салат, используя помидоры и огурцы. Кстати, если ты натрешь грецкий орех на мелкой терке и добавишь в салат, то будет вообще зашибись. Тут у меня есть листья салата. Хлеб – это тунец, два огурца и помидоры. Берем кусочек хлеба, намажем его тунцом. Я разлила сон. Выглядит это не очень аппетитно, я хочу сказать. Я не хочу это есть. Странные листья, и у меня сэндвич получился вот таким вот. А может быть, это салат? Обязательно напишите в комментариях, был ли это салат или нет. Ну, в общем, буду я это есть именно вот так. Огурцы с помидорами я уже нарезала, но Алиса сказала, что она еще добавляет туда грецкий орех. Вот что в итоге у нас получилось. Сейчас буду это пробовать. Выглядит это не очень аппетитно, я честно скажу. Очень сухо. Возможно, если бы я положила лук, как мне говорила Алиса, то было бы лучше. Ну, и это обычный салат с помидорами и огурцами. А только тут еще добавлен грецкий орех. А вот это вкусно. Это приготовить кимчи-чиге. Я знаю, что ты любишь корейскую курицу. Обожаю. Я знаю, что ты любишь кимчи-чиге в том числе. Тоже люблю, обожаю. Поэтому решила дать тебе такое задание. Я надеюсь, у тебя получится его приготовить, и я надеюсь, что у тебя есть все ингредиенты для него. Все есть. Пойдемте, пойдемте готовить кимчи-чиге. Если бы вы знали, как сильно я люблю кимчи-чиге, Знаете, насколько сильно я люблю кимчи-чиге? А вот настолько, что каждый раз, когда я прихожу в корейский ресторан, я обязательно беру себе кимчи-чиге. Я очень сильно люблю кимчи-чиге. Кимчи-чиге, кимчи-чиге, кимчи-чиге. Я не бру. Я вам сейчас покажу, насколько сильно я люблю кимчи-чиге. Я покажу вам. Короче, у меня есть тайная секция. Вот прямо аккурат рядом с этим ботинком. Ничего не спрашивайте, но смотрите сюда. Если что, это селективный китайский чай. How you like that? Это все кимчи-чиге. Это все кимчи-чиге, потому что я очень люблю кимчи-чиге. Сейчас я покажу вам, как я готовлю кимчи-чиге. Это очень вкусно, это очень быстро, но это очень остро. Если вы любите очень острые блюда, если вы любите блюда с немного такой, знаете, кислинкой, и вообще, если в принципе любите супы, то вам это блюдо очень зайдет. Кстати говоря, все готовят кимчи-чиге по-своему, и мне нравится именно этот рецепт, который я сейчас вам покажу. Саски, ты дебил, ты куда на плиту залез? Быстро слезь, плиты у слепок. Нет, ну посмотри, у тебя сейчас бабы сквозу. Вот оно, вот оно просто мое потрясающее великолепие вкуса. Господи, как я люблю кимчи-чиге. Это просто самое вкусное, я думаю, вы уже понимаете, судя по цвету, насколько это остро, насколько это прекрасно. Не спрашивайте, почему я ем железные миски. Ну, раз уж вы спросили, то я вам отвечу, потому что... Не знаю. Потрясающе. Обожаю. Если вы не пробовали кимчи-чиге, вы должны попробовать кимчи-чиге. Если бы суп мог быть моим вайфу, мой вайфу был бы кимчи-чиге. Какое у вас самое-самое, вот прям вот самое любимое блюдо, которое вы бы вот прям каждый день хотели бы есть? Ребята, у нас сейчас 6 вечера, и мы вышли погулять с Лаки. Но по плану Лисы мне нужно опять выпить кофе, поэтому мы сейчас снова идем в кофе. Лаки. И вот мы купили напитки. Мой кофе и какая-то газировка Джея. Еще одна миссия от Лисы можно считать завершенной. Я не могу жить без кофе, и в этом мы с Лисой очень похожи. Перед сном я стараюсь не есть ничего тяжелого, поэтому я либо просто пью чай, может быть, с какой-нибудь там печенькой, либо могу съесть несколько фруктов, и на этом, в принципе, все. Кот уже готовится отдыхать. Я считаю, что это правильное решение. Пойду возьму себе фруктов, сделаю чай. Добываем фрукты, которых здесь, как вы видите, немало. Ахахаха-ха-ха-ха. Сейчас я все-все, это буду есть. Так, вот такая красота получилась. Настолько красиво и, наверное, вкусно, что даже Цезарь тут ходит и просит. На самом деле, он застеснялся камеры, но до этого он у меня очень сильно просил фруктов и ягод. Сейчас он уходит, знаешь, стесняшка. Короче, у меня здесь клубника, черешня, голубика, ежевика и персик. Я люблю ягоды. К этому надо добавить чай. Фрукты. Есть. Это моя чайная зона. Здесь очень много разных видов чая. Здесь, например, чай-чай-чай черный, здесь чай зеленый, здесь чай черный, здесь чай зеленый. Это мачо, это тоже разновиды с мачо. Это китайский селективный чай, это чай с сакуры, это какой-то рождественский чай, точно не помню. Ну, а это просто японские латы. Я решила остановиться вот на этом чае. Это чай с лепестками сакуры. Потрясающе. А еще пока чай заваривается, у меня есть вот это. Вкусно, вкусно. У нас уже прям поздний вечер, но я почему-то вообще не голодная, скорее всего, потому что я пила слишком много кофе за сегодня. Но, тем не менее, у нас есть задание от Лисы, поэтому нужно выполнять все до конца. Давайте сейчас вместе с вами послушаем ее запись. Теперь вещь, которую делаю я. И мне очень бы хотелось увидеть реакцию Джея на то, как ты заваришь ему эту еду. Я обожаю вот такой вот корейский рис. Я постоянно его покупаю, когда в Корее. И сейчас я тоже нарыла, где можно его купить. Но ем я его не так, как нужно. Я завариваю все это вместе с рисом, наподобие доширак. Так, я знаю, про какой рис говорит Лиса, потому что у меня их дома очень и очень много. И, кажется, только что Лиса решила, что же будет Джей есть на ужин. Как видите, такого риса у меня реально-реально дофига. Это вот кто чем запасался. В России все закупали гречку и туалетную бумагу, а мы с Джей запасались супами. И там у нас очень много-много раменов. Это суп из водорослей. Кстати, Лиса сказала, что она неправильно ест этот суп. Что она кладет рис в суп и заваривает все это вместе. И залезть кипятком. Поэтому Лиса все делает абсолютно правильно. Я просто видела, что у нее было видео, где она ела вот такой вот суп. И в комментариях очень многие написали, что она это делает неправильно. На самом деле, она все сделала правильно. И в Корее все едят по-разному. Кто-то мешает рис вместе с супом, чтобы суп был более наваристый. А кто-то же предпочитает есть рис отдельно. В общем, Джей вызвался мне помогать. И сейчас он будет заваривать эти супы. А я буду сидеть и отдыхать. И отправляем все в микроволновку на 3 минуты. Все сделал? Все сделал? Да. Вот такой вот суп у нас получился. Я этот суп, кстати, очень люблю. И он полезен для здоровья. My focus is on you. Просто чуть не сломала мою ценность. Это заколки. Очень тяжело их делать было. У нас уже 12 часов ночи, но у меня до сих пор остался один невыполненный пункт. И последним пунктом Лиса мне сказала приготовить все, что мне хочется. И так как я знаю, что Лиса в последнее время стала по ночам срываться на всякие раменчики и не самую полезную еду, то я решила приготовить себе ночной перекус в виде куриных лапок. Почему они не самые полезные? Просто они очень острые. И на ночь их есть, ну, такое. Не самое лучшее решение. Но я все же решила рискнуть и приготовить их. Куриная лапка. Как вам, ребята? Рискнули бы такое скушать? Горячее. Очень остро. Думаю, съем еще пару штучек. И прямо сегодня заканчивать, потому что я очень наелась за весь день. Что ж, вот такой вот обмен диетами у нас получился. Теперь вы знаете больше. И всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. А другие видео про диеты и похудение вы можете найти прямо вот здесь, вот здесь, вот здесь. И пока.